Если ты хочешь накачать мышцы, ты должен стать личностью с сильным характером. У слабохарактерных мальчиков мышцы не растут. Ты думал, что достаточно просто сгибать и разгибать свои конечности по какой-то специальной комбинации, по секретно разработанной формуле, чтобы хакнуть твой генетический код и вот пойдут, вырастут мышцы. Но это не сработает. Если внутри тебя слабая личность. На курсе повышения тестостерона, который я проводил 2 раза по 90 дней, многие ребята пробивали свои генетические потолки, так называемые. То есть рабочие веса, которые они не могли пробить годами, мы пробивали именно за счет укрепления характера. Мы не внедряли ни стероиды, никакие даже биодобавки. Просто укрепили характер и поперло. И тренировки это один из методов укрепления характера. Помимо того, что мы даем систематическую правильную нагрузку для наших мышц, мы еще и укрепляем характер. Это значит, что если ты решил провести определенное количество тренировок в определенное время, то их нужно провести. И те моменты, когда тебе лень идти на тренировку, когда вроде бы как можно пойти, а вроде бы как можно и не пойти, и вроде бы есть причины, и убедительные отмазки находятся, нужно пойти. Если ты не пойдешь, то ты станешь слабее характером. Если ты пойдешь, ты станешь сильнее характером. Особенно если ты устал, если тебе тяжело, если ты не лучшим образом себя чувствуешь, нужно пойти и все сложные периоды, все трудности, которые ты преодолеваешь, их нужно использовать для того, чтобы укрепить твой характер. Неопределенность и колебания в принятии решений, когда ты вот чего-то захотел, начал к этому идти, потом такой раз и перехотел. Потом еще чего-то захотел, начал к нему идти и передумал. Вот чем чаще ты так делаешь, тем слабее у тебя получается характер. Это больше характерно для девочек, для женщин, но также очень часто встречается и у мужчин. На самом деле неопределенность и непонимание, чего вы хотите, это не должно носить гендерных различий. Потому что сильный характер – это не только мужская черта. Женщины тоже бывают сильным характером, и это нормально. И поэтому, если ты что-то запланировал, задался намерением, а потом передумал, либо влезут в голову какие-то причины, чтобы этого не сделать, нужно все равно сделать. Заставь себя хотя бы неделю выполнять то, что ты задумал. Даже самые элементарные мелочи. Ты задумал сходить в магазин за какой-то фигней, решил пойти. Пойди, и даже если ты уже перехотел эту фигню купить, все равно пойди и купи. И даже если ты в процессе решил, что тебе это уже не надо, то все равно пойди и сделай. Чем больше у тебя будет истории, когда ты задался намерением и доделал до конца, тем сильнее будет твой характер, тем лучше ты будешь понимать, чего ты хочешь на самом деле. Тем чаще ты будешь задумываться, а надо ли тебе это на самом деле. То есть ты должен принять решение, делать или не делать, до того, как ты начал делать первые шаги. Когда ты уже начал делать первые шаги, то нужно доводить до конца. Так бывает часто, когда ты начал читать книгу. Ты начал читать книгу, книга классная, первые 20-100 страниц зашло просто на ура. Дальше все, лень, ломка, забросил. Вторая книга, лень, ломка, забросил. Начал читать 20 книг, ни одной не закончил. То же самое у тебя в работе, то же самое у тебя в тренировках, то же самое у тебя в делах, в бизнесе, в семье и так далее. И это неопределенность, неумение доводить дела до конца, не знание, чего ты хочешь на самом деле, растет в тебе, как раковая опухоль и поражает твой мозг изнутри. Когда я начинаю читать книгу, я всегда дочитываю до конца. Если я понимаю, что я ошибся в выборе книги, я все равно дочитываю до конца. Что мне это дает? Когда я выбираю другую книгу для прочтения, я три раза подумаю, а стоит ли мне ее прочитать. Я вспомню, кто рекомендовал мне эту книгу, я изучу биографию автора этой книги, я прочитаю, полистаю несколько страниц в начале, в конце, в середине, и если я решил ее прочитать, то значит это классная книга. И благодаря тому, что все книги я дочитываю до конца и тщательно анализирую автора, то есть у меня очень много книг, которые реально классные, и когда я их дочитываю, я доволен, что я их дочитал. Но все равно, даже если книги идеально подобраны, идеально классные, супер-классные авторы, все равно бывает так, что в какой-то момент закрадывается вот какая-то лень, вот не хочу, не буду, вот это нужно отсекать. Этот принцип ты можешь перенести и на тренировки. Если ты запланировал тренировку, и тебе лень идти, ты устал, тебе тяжело, ты не доспал, ты там не доел и так далее, и вот соединяются в такую кучу, в такой ком, причины, отмазки, чтобы не пойти, тебе нужно просто сказать, я должен проявить силу. И в эти моменты твой позвоночник выпрямляется и как-то становится достаточно легко. И ты понимаешь, что на тренировку пойти уже легче. Дальше ты просто идешь на тренировку, проводишь ее, какой бы она ни была, если ты реально устал, если тебе реально тяжело, то просто можно сделать ее немножко легче. Ну и потом, если тебе каждый раз приходится вот так вот себя раскочегаривать, разгонять свою психику, чтобы пойти на тренировку, потому что лень тебе поражает, если это есть, значит что-то не так с твоим режимом, значит что-то либо тренировки слишком тяжелые, ты не успеваешь восстанавливаться и так далее, значит надо все-таки взглянуть на твою программу тренировки питания профессионалу, проанализировать и сделать ее такой, чтобы 80% тренировок хотя бы были для тебя не тяжелыми и не напряженными, чтобы тебе не пришлось себя заставлять и постоянно взвинчивать свою психику, настраиваясь на тренировку как на подвиг. А такие вот переломные моменты, они могут быть не более чем в 20% случаев, когда ты реально устал, ты чуть-чуть себя там взвинтил, чуть-чуть облегчил тренировку, и она прошла нормально. И таким образом любая тренировка это лучше, чем никакой, а тренировка чуть-чуть легче, чем обычно, это всегда классно, потому что регулярность тренировочного процесса это самое главное. Ну и дальше по итогу, поскольку ты регулярно тренируешься и делаешь то, что нужно, хотя бы на оценку 4+, ты добиваешься своих целей, и ты имеешь хорошее здоровье, хорошую продуктивность дня, классную фигуру и все, что ты хотел получить от тренировок. И еще следи за тем, чтобы не бороться с собой, то есть с утра ты знаешь, что тебе нужно идти на тренировку, тебе лень, уже лень начинает поражать тебя с самого утра. И вот вспомни такую историю, ты с утра помнил, что надо идти на тренировку, она тяжелая, тебе уже паршиво от своей мысли, что она сегодня будет, плюс еще куча каких-то дел, куча стрессов на работе, и в итоге ты на тренировку не пошел. Блин, ты отравил себя день, и на тренировку не пошел. Ну это самое ужасное, что может быть. Поэтому определенность это крайне важно. То есть если ты настроился идти на тренировку, то ты на нее идешь железобетонно. И остановить тебя может только апокалипсис, либо какие-то реально, реально какие-то причины, кто-то, не дай бог, там заболел, сломал ногу, да, в таких случаях можно не пойти. В остальных случаях, если нет уважительных причин, ты должен пойти на тренировку. И не отравляй себе день борьбой с вот этими вот отмазками. Внедрите эту простую фишку, которую я вам дал, проделайте ее хотя бы неделю, и вы заметите, как вы стали решительнее, как стал сильнее ваш характер, насколько вы стали увереннее и определеннее. И представьте только, что будет через год, либо через два таких вот практик. Не забудьте поставить лайк моему видосу, подпишитесь на меня, если вы еще не подписаны, и нажмите на колокольчик. Также, если у вас есть вопросы и темы, которые вам интересно было бы, чтобы я раскрыл в других видеороликах, тоже пишите. До новых встреч!